Паша, скажи-ка мне, пожалуйста, что у нас сегодня будет? Концерты. Концерты, да? С Виланчирью. С одной? С двумя. Даже. Я тоже хочу, как Паша. С Кеши. Или Паша. Пить, будешь сегодня играть? Да. А ты, Слава, что будешь сегодня делать? У нас интересненький вопросик. У меня интересненький вопросик, который я буду играть на Виланчире. Я ловлю. Ты волнуешься? А знаешь, что делать нужно в таких случаях? Маль, делай так. Давай еще раз. Продолжай, продолжай. Маль, сразу улыбка растягивает лицо, и ты уже не волнуешься. И как только ты опять начинаешь волноваться, ты просто дышишь. Во, смотри сразу, как спокойно. Вообще, даже мне спокойнее стало. Они придут люди. Они там будут смотреть. Если не придут или придут? Придут. И мне вообще волнулись. Первый Федя. Это понятно, я поняла. Потом Аня. Потом Паша. И завершаем мы песней. Слава. А какое? Почему так? Потому что Паша хитрец. Он просто подошел и начал играть, когда я играл. Я тоже хорчу. Хорошо, что ты тоже хочешь. Здорово, когда есть желание играть. Это очень ценно. Давненько тут не было столько народу. Лучше рад вас видеть. Вы находитесь в медиалаборатории Викино. Здесь есть Вера Лобашова, про которую еще отдельно скажу. Его благодарю. Пришел Паша, пришел Федя, пришел Слава, пришел Никита, которого здесь нет. Аня присоединилась позже. Ну, тоже в январе или феврале прошлого года. Один из участников играл. Играл так, как он хочет играть. Мне было интересно, чтобы человеку, который играет, было... Чтобы он получал удовольствие, чтобы это его захватывало. Оказалось, что все работы. В прошлом году состоялся фестиваль ЯЕсть, на котором мы очень во многих комбинациях выступили. У нас был концерт первый. Потом мы выступали на открытии нормального места. Потом в декабре или еще когда-то. Потом, соответственно, на дне аутиста 2 апреля. Но кроме этого, мы, ребята, приходили сюда каждый четверг. Слава, бывает, прибегала раньше других. Вера, соответственно, Лобашова их приводила сюда и сопровождала. Я благодарю тебя, Вера, за то, что ты все это время очень поддерживала. И поддерживаешь этот проект. В частности, документируя его, у нас есть чат в Телеграме, в который Вера выкладывает видео и фотографии. Мы стали называться «Общекрупный тонкий план». Как вы знаете, для тех, кто ходит в музыкальную школу или просто в школу, ну, в музыкальную школу особенно есть отчетный концерт. Вот у нас сейчас отчетный концерт. Среди участников есть один ультра-художник. Это вот Павел Дедов, который выстраивает свою собственную линию. Обычно кто-то играет, а я записываю петли. Вы увидите это, поймете, о чем я говорю. И потом играю с этими петлями. То есть у нас такой разговор. Сначала играет человек, потом я играю. Мы общаемся через звук. Потому что, с моей точки зрения, звук – это код, который позволяет разговаривать независимо от того, на каком языке ты, ну, какой код ты используешь в речи, да? На каком языке человеческом ты разговариваешь. И о чем ты думаешь. Звук, он выше этого. И вот, значит, я так играл, разговаривал на языке звука с тем, кто только что играл. И Паша подошел, сел и начал играть вот на этой велончели. И так у нас же родился дуэт. У нас с Пашей Дедовым теперь есть дуэт. Сейчас будет короткое вступление. Звуковое. Дальше мы пойдем по традиционной системе. Ребята знают, что это за система. Так, мы будем играть. В теорию звука у вас сейчас погружать не будет. Это отдельная интересная история, но теорий здесь достаточно много. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА